МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Орин ТВ в эфире. Сегодня в пятничном выпуске мы поговорим не только о событиях дня, но напомним, что важного произошло на этой неделе. Вновь дышали сероводородом, была аварийная утечка, получали квитанции с корректировкой по отоплению при виде их. Некоторые испытывали шок. Депутаты посчитали, сколько платить за проезд дачникам. Самая большая коммунальная компания стала официальным банкротом. А еще расскажем о том, для чего экс-мэр вновь обратился в суд. Куда и почему сегодня массово бежали ориенбурцы. И вместе с нашими экспертами-журналистами Валентиной Соколовой и Игорем Комиссарчиком обсудим примедление в управлении жилищной политики. Чему оно подобно? И какой путь ждет семьи, в которых растут дети-инвалиды? Ну, начнем выпуск с сообщения от Минсельхоза. В Оренбурге выявлено три очага бешенства. Сегодня в региональном министерстве сельского хозяйства подтвердили информацию и ввели двухмесячный карантин в селе Акжарское Яснинского городского округа, в селе Степнянка Первомайского района и в самом райцентре в Первомайском. Во всех случаях погибли домашние собаки. Собаки домашние, собаки были на привязи, не вакцинированы. И это беда большая, что владельцы своевременно не завакцинировали животных. Собаки имели контакт с лисами, ну и в результате их схваток результат известен бешенству. В настоящее время проведена вакцинация. Остальные необходимые противоэпизодические мероприятия, тезинфекция, угрозы для распространения данного заболевания в настоящее время нет. Животное, заболевшее бешенством, как правило, отличается от своих сородичей. Обильным слюноотделением, повышенной агрессивностью, отказом от приема пищи бешенства, поражает центральную нервную систему. Вирус опасен не только животным, но и людям. В случае укуса пострадавшим рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью. Тем не менее, ситуация с бешенством в этом году в Оренбурге считается стабильной. К примеру, в 2015-м было зарегистрировано около сотни очагов распространения болезней. Возможно, сказались профилактические мероприятия. В Минсельхозе рассказали, что в лесах сейчас разложено около 2 миллионов доз корма с вакциной от бешенства для диких животных. Тем не менее, в территориях, где выявлены случаи бешенства, объявлен двухмесячный карантин, ввоз и вывоз животных, ярмарки и выставки запрещены. Послабления не будет. Сегодня в Оренбургском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу экс-мэра города. Евгений Арапов просил разрешить ему прогулки во дворе дома без ограничений по времени, а также за пределами земельного участка. Суд вновь слушал доводы сторон и принял решение. Напомним, региональный следственный комитет продолжает расследование в отношении бывшего градоначальника. Его обвиняют в получении взятки. Двух эпизодов получения взятки в виде предоставления имущественных прав за незаконные действия, совершенных в особо крупном размере, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СИЗО экс-мэр находится с середины августа 2018 года. В январе 2019-го меру пресечения сменили на домашний арест. В феврале разрешили выходить гулять во двор в течение трех часов. 2 апреля Ленинский суд рассмотрел прошение Евгения Арапова о еще большем послаблении действующего режима. Однако тогда суд оставил его без изменений. Защита подала апелляционную жалобу. Просим суд проявить гуманизм и разрешить по меньшей мере прогулки во дворе без ограничений. Ну и если это возможно, то прогулки, запрет сделания земельного участка хотя бы пару часов в день. Евгений Арапов сообщил, что за все время домашнего ареста он строго выполнял все ограничения и соблюдал режим. В доме на дворовой территории многие работают я всегда по-насвоими руками. Также есть маленькие дети, которые просят вечно с ним просто походить, погулять. Как тяжело объяснить, что я не могу выйти по 7 часов. Доводы следствия и прокуратуры не меняются. Они настаивают на том, что Евгений Арапов может таким образом повлиять на свидетелей, а то и вовсе покинуть город. Суд, посовещавшись, пришел к тому, чтобы оставить условия содержания домашнего ареста без изменений вплоть до 8 июня. Мэрия от нерасторопности потеряет бюджетные деньги. На этой неделе продолжение получила история с выделением жилья детям-сиротам и тем, кто имеет особые заболевания. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что администрация города нарушает все положенные сроки, а попросту затягивает оформление документов. И все это касается самого, пожалуй, скандального управления администрации. Поводом для серьезной проверки послужил резонанс вокруг дома на улице Авиационной. Он предназначен для сирот. Почти 60 семей должны уже были здесь обживать родные стены. Но сроки вселения в управлении жилищной политики каждый раз откладывали. Старт обещаний от мэрии произошел в декабре. Повторились они уже в январе. И так каждый месяц. Но последнее обещание, данное руководителем Оксаной Жебель журналистам, более чем обнадежило людей. Нам приходил ответ официальный, что январь-февраль будет предоставлено. Получается, три недели назад нам сказали, что в конце марта Оксана Жебель, нам сказала, что она до конца марта вопрос решится. Отчитывался перед людьми о том, что работы идут и скоро начнут выдавать ключи, и первый заместитель Сергей Чуфистов. И даже назвал дату. 10 апреля все должно решиться. Уповали сироты на временно исполняющего обязанности губернатора. Записали обращение Денису Паслеру. Но до сих пор точной даты их вселения в квартиры нет. Прокуратура постановила, что новоселье для людей могло пройти еще в декабре. Дом сдан 28 ноября. Просто слишком долго чиновники советовались, долго оформляли документы. И урон тем самым будет нанесен городской казне. Всю зиму здание отапливалось, работало освещение, водоснабжение, коммунальные расходы. Из-за нерасторопности специалистов лягут на бюджет. Эта система, которая включает в себя несколько факторов, в результате становится болезнью, считают наши эксперты. Именно вот нынешний состав мэрии в этом обвинить трудно. Другое дело, что эта проблема системная. И она системная даже не из-за волокиты чиновников каких-то их ошибок, а из-за самой системы. Да, вот эта вот система торгов, система подрядчиков, система строительного контроля. Это все приводит к тому, что дома для сирот строят либо не в срок, либо не вовремя, либо не так, как заявлено в изначальной заявке в тендерной документации и прочем. И пока эта система работает так, едва ли что-то удастся изменить. Слишком много разных этапов, и на каком-то обязательно происходит сбой. Либо подрядчик везет не те материалы, либо стройнадзор находит какую-то формальную огрешность и дом не сдается. Либо какой-то нерадивый чиновник забывает отвезти документы. Ну, то есть, на мой взгляд, эту систему нужно как-то упрощать, делать ее более простой, открытой и понятной, в том числе и для самих чиновников. Выборная ситуация, она может быть использована и в интересах граждан, и в интересах власти. У власти сейчас есть прекрасный шанс показать, что она может вот так вот быстро решить такие серьезные проблемы. Хотим, чтобы была решена, наконец, эта проблема. Она просто позорная, как это сейчас выглядит. Мы же знаем, что дело не только в документах. Это далеко ни первый, ни второй, ни третий пример. К нам обращаются люди, которым, дети-сироты я имею в виду, которым давали квартиры где-то на окраинах города, в ужасных домах. И люди должны были туда вкладывать такие средства, вот эти вот дети-сироты, что для них оно уже просто становилось неподъемным. И мы знаем даже примеры, когда они бросали эти квартиры, потому что они требовали серьезного капитального ремонта. То есть, по сути, от них отделываются вот самыми такими дешевыми вариантами. Разве это решение проблемы? Хотелось бы, чтобы система была вот этого вот предоставления жилья детям-сироты, система, в которой столько всяких вот дыр, таких вот, извините, гнилых мест, чтобы она была в целом решена. И вот что интересно о том, что в управлении жилищной политики работа не совсем слажена, отчетливо стало известно в декабре прошлого года. После отчетного выступления руководителя этого ведомства Оксана Жевель получила предложение о смене работы. Я бы все-таки вам рекомендовал в добровольном порядке подать вот ставку. Тогда первый зам Сергей Николаев аргументировал, что в его адрес поступают жалобы, управление затягивает оформление документов. Такие претензии озвучили и депутаты гурсовета после своей проверки. Но кадровых перемен даже со сменой власти не произошло. Оксана Жевель тогда объясняла, что покидать свой пост ненамеренно, с уверенностью говорила о выполнении своих обязанностей, а предложение первого зама на тот момент назвала предвзятым отношением. Впереди, скорее всего, стоит ждать кадровых перестановок от нового мэра. Такие представления от прокуратуры и резонансные проблемы – это серьезный звонок, считают эксперты. Значит, не бояться. Но мы должны еще понимать, что чиновник, вот его основная обязанность как раз и вести вот эти все бюрократические процедуры максимально точно, четко, выверенно. Они этому учились, собственно, за это они получают деньги. Они распределители бюджетных средств, каждый на своем месте и в своей сфере. И они отвечают именно за то, чтобы это делалось максимально быстро, чтобы средства, не их средства, не те, которые они производят, а те, которые им дало как-то опосредованно в управлении государством, чтобы они максимально быстро попадали к адресату, достигали своей цели. И здесь, конечно, мы видим просчет. Там какие-то могут быть причины, но если эта ситуация такая перманентная, хроническая, здесь уже, конечно, можно делать какие-то выборы о профпригодности данного чиновника, потому что, подчеркиваю, это и есть его основная обязанность на этом месте. Мы поняли из дела Сергея Макеева хороший адвокат половины дела. Во-вторых, ну, есть такое, да, и это не только стройки касается. Чиновники сейчас запуганы, зашуганы, за ними наблюдают и прокуратура, и куча других надзорных ведомств. Да, может быть, это делается в избежание. Вполне вероятно, что и чиновники, ответственные за это дело, тоже могут покинуть свой пост. Другой вопрос, а есть ли на кого их менять? Мне кажется, тут главная проблема не то, что уволить. Уволить можно всегда. А кем бы их заменить? Есть ли человек, который знает дело хотя бы на грамм лучше или относится к этому на грамм ответственнее? Кадровый вопрос всегда решающий. Ну, не факт, что если кадровые изменения приведут к чему-то хорошему, могут уволить, а на место придет кто-то еще худший. Сейчас короткая реклама, но нам есть еще что обсудить. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем выпуск. Приговор за смерть матери сегодня выслушала жителя одного из сел Оренбургского района. Трагедия произошла почти год назад. Обвиняемый теперь много лет проведет в тюрьме. Наталья Голикова расскажет эту историю. Хотел отомстить отчиму, но в итоге убил свою мать. Сегодня в Оренбургском районном суде вынесли приговор 30-летнему жителю поселка Горное. В 2018 году 25 апреля обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с матерью и ее возлюбленным. Но закончилось все ссорой. Дождавшись, пока мать и сожитель уснут, осужденный поджег территорию помещения веранды. Это единственный был выход из помещения дома и сам скрылся с места происшествия. Сожитель матери проснулся от запаха гари и смог выбраться, разбив окно. Женщина же погибла, ее тело обнаружили огнеборцы после тушения пожара. Сын ранее был многократно судим и находился под домашним арестом. Свою вину изначально признал и дал показания, однако позже изменил свою позицию и стал отрицать свою причастность к преступлению. Однако вина мужчины все же в суде была доказана. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначить вязание наказания в виде лишения свободного срока 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободного срока 2 года. Приговор еще может быть обжалован. У осужденного есть 10 дней. От браковка от Минздрава более 7,5 тысяч детей инвалидов Оренбуржья могут быть ассортированы. Звучит жестко и цинично, но не более, чем то, что предлагает российский Минздрав. На этой неделе бурно обсуждается проект приказа Министерства, касающийся новых правил реабилитации детей инвалидов. Ведомство предлагает оценивать перспективность проведения медицинских процедур в зависимости от состояния больного ребенка. Гору национального здравоохранения считают, что всех детей с инвалидностью нужно классифицировать в зависимости от реабилитационного потенциала. Те, кто стоит на страже здоровья страны, предлагают ввести для маленьких пациентов такие категории прогноза, как благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный и неблагоприятный. Последний, прямо скажем, ярлык закрепляет касту инвалидов, которым реабилитация абсолютно противопоказана. Не предусмотрена она и для детей инвалидов, имеющих давность заболевания менее одного года. При том, что на саму постановку диагноза пород требуется не один год. Остальным проект предлагает восстановительные медицинские процедуры преимущественно в стационаре, курсами от 14 до 21 дня, 3-4 раза в год. Как будет определяться их длительность и чистота, критериев нет. Общественники опасаются, что признание ребенка бесперспективным, кроме прочего, лишит его и право на специальные технические средства, коляски, ходунки, обувь, импланты и тому подобное. В первую очередь дело идет о внутренней документации Минздрава, которая утекла. Конечно, она утекать не должна. И, разумеется, человеку, который эту утечку в СМИ допустил, на месте министра нужно хорошенько надавать по шапке. Потому что это, конечно, недопустимо. Внутренняя терминология может быть любой, но в общественность всплывать оно не должно. Во-вторых, все-таки вот это объединение в категории, если это действительно будет так применяться, оно опасно чем? Вот это самая последняя категория, самые тяжелые. Больные, все-таки здесь речь идет либо о тяжелых стадиях, либо о редких орфанных заболеваниях. И здесь, как правило, нужен индивидуальный подход. Потому что, грубо говоря, кого-то спасти можно, а кого-то спасти нельзя. Да, и кому-то нужно обеспечить максимально комфортное оставшееся время жизни, а за кого-то, грубо говоря, медикам нужно бороться. И здесь нужен именно индивидуальный подход, очень индивидуальный, точечный. И объединение вот этого группы, оно, в принципе, ну, как-то, по крайней мере, на уровне декларирования, вот этот индивидуальный подход, оно исключает. И это, конечно, неправильно. С точки зрения экономики, это было бы объяснимо, только если бы нам сказали, да, у нас сейчас, ну, какие-то крайние обстоятельства, там, война, голод, и мы должны направить ресурсы. Ну, какая вот ассоциация возникает? Вот есть фильмы о блокаде, да, фильмы построены на реальных документах. И когда мать вот одному ребенку отделяет от своей порции хлеб, и еще от порции другого ребенка, и объясняет, что, когда ей задают вопрос, почему она так делает, что, ну, от этого есть шанс выжить, а у этого нет. И мы можем, ну, и трагизм всей этой ситуации понять, да, и мы можем ее понять в чем-то, да, но сейчас не такие обстоятельства, я просто не понимаю, зачем они это делают. Эта группа действительно такой огромный объем средств забирает из бюджета. Почему мы должны у них забирать шанс? Авторы инициативы ссылаются на зарубежный опыт, правда, весьма избирательно. Например, во всем мире упор делается на амбулаторную реабилитацию шаговой доступности. Это дешевле для государства и эффективнее для пациента. Научно доказана и регулярность занятий. Перерывы в несколько месяцев дают регресс состояния. К тому же в России сейчас нет врачей-реабилитологов, которые по плану должны разрабатывать индивидуальные маршруты. Но самое главное, по многим заболеваниям реабилитация проводится не для исцеления, а чтобы улучшить качество жизни, расширить возможности инвалида и его участие в жизни общества, а также с профилактической целью. Ничего этого в новом порядке нет, как, впрочем, многого нет в жизни российских инвалидов. Когда инвалиды, не имеющие конечности, каждый год проходят эти комиссии и еще раз показывают, что конечности не выросло за прошедший год, конечно, это все и унизительно, и очень похоже на все ту же бюрократическую процедуру, которая придумана непонятно в чьих интересах, но не в интересах больных. При этом мы знаем, что есть люди, которые какой-то хитростью получают эту инвалидность, а есть люди, которые являются инвалидами с детства, но, например, вот им может вплоть до того, что там повестка из армии прийти, что давайте-ка пройдите, посмотрим, может быть мы за это время вас так хорошо оздоровили, что вы уже и долг родине можете отдать. И так сейчас содержат этих людей фонды, и, конечно же, их не оставят все равно без внимания, но кто-то должен будет о них заботиться, они будут еще больше обращаться в фонды. Хорошо, если фондам хватит на это средств. Эту проблему должны решать сами инвалиды, встречаясь с представителями власти, требуя, объясняя. И, во-вторых, конечно, сами органы власти. Та же самая программа «Комфортная городская среда», она, по идее, в том числе, должна быть нацелена и на повышение комфорта передвижения инвалидов по городу и прочее. Да, но здесь в первую очередь, я думаю, что сами представители, да, сообщества людей с ограниченными возможностями, они сами должны что-то делать в этом направлении, как-то изменять общественное сознание в отношении себя, может быть, изменять свое сознание в отношении себя в том числе. Общественные слушания прошли около 100 тысяч человек, подписались против новшеств и требуют немедленно отозвать проект. Обращение направили в правительство. Тем временем от инициаторов посыпались оправданием, вроде «вы все неправильно поняли, не познакомились с документом до конца». Приближенные к системе высказываются более лояльно, критикую лишь резкость формулировок, за которые, по факту, могут зацепиться медики на местах. Как это нередко бывает. Поехали, а точнее побежали. На Советской состоялся космический забег, посвященный Дню космонавтики. В этом году легкоатлетический праздник приурочен к 85-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Оренбург неразрывно связан с Гагарином. Он учился в летном училище и позже говорил, что Оренбург дал ему крылья. Сегодня оренбуржцы в память о первом полете человека в космос. Никого к звездам не запускали, а просто сами пустились в бега. И наш корреспондент не стоял на месте. Сегодня, в День космонавтики, я, корреспондент Оренбург, решила тоже принять участие в забеге. День космонавтики, я, корреспондент Оренбург, решила тоже принять участие в забеге. Которую привели организаторы этого мероприятия. Прекрасная погода, которая располагает к забегу. В честь чего бежишь? Я бегу в честь акции, посвященной Гагарину. Все-таки считаю, что таких великих людей забывать никак нельзя, потому что на них держится наша Россия. А мы будущая Россия, и как мы можем забыть наше прошлое? Так что дерзайте вместе с нами в следующем году! Забег прошел по улице Советской от памятника Чкалову до площади Атриум. Космический забег завершился праздничным концертом, и победители были награждены медалями и дипломами. Пока все о событиях этой недели. Следующие готовят новые. Окончательно депутаты Гурсовета определятся, сколько платить отдачникам в автобусах. Заседать будут и местные парламентарии. Будут слушать губернаторский отчет из уст первого зама. А синоптики обещают похолодание. Запасайтесь теплом на выходных. И до скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!